Сейчас у меня в руках пулемет Калашникова модернизированный, ПКМ, конкретно с коробом на 100 выстрелов, калибр 7,62х54 мм, винтовочный. Отличное оружие, темп стрельбы у него 650 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы до полутора километров. Принят на вооружение в 1961 году и до сих пор отлично показывает себя в боях. Вот здесь 100 выстрелов, конкретно вот этот короб. Весит данный пулемет 12,4 килограмма. А он конкретно какого года? Вот это на крышке ствольной коробки написано 1971 года. Вот это что такое? Это тыльник, чтобы упереть себе в плечо, удобнее было стрелять. А можешь показать? То есть из положения 100, из положения лёжа. Из положения лёжа, то есть... То есть вон, как он ставится вот так. И вот из такого положения ведётся стрельба. Любой пулемёт это в первую очередь средство поддержки пехоты для подавления противника, чтобы просто, вот условно, на позициях окопался противник, я вот на позицию встану, буду просто заливать его, у меня боезапаса достаточно, кучности и темпа стрельбы достаточны. Я могу его просто заливать, чтобы он не мог поднять голову. Пока основная масса пехоты идёт в наступление. Так, из положения стоит пока что стрелять? В положение стоит вот так вот от бедра, вот рукоять у него здесь есть. Вот так вот ведётся огонь от бедра. Чудовичная машина вообще. Да, но к ней быстро привыкаешь. Ну, а так вообще, вот если вот с ним реально перемещаться, это же тяжёлая штука, нет? Да, я говорю, 12 килограмм, но я говорю, ко всему привыкаешь. Абсолютно спокойно. Если боец достаточно физически развит, а у нас в армии все физически развитые, то с такой машиной можно очень даже нормально управляться. Класс.